День добрый Давайте все-таки начнем с предыстории Без нее нам, наверное, все-таки не обойтись Вот гостиница Ремезов, брошюрка Так ли все было на самом деле? Да, действительно было так Порой все же рождается так случайно Я работал тогда на олимпийском проекте Приехал в Тюмень Поскольку у них была одна из крупнейших ПТС И они снимали биатлон Я еще помимо фильмов занимался организацией трансляции биатлона Мировых первенств И приехал в Тюмень совершенно по-другому делу по биатлонному Потому что мы рассматривали ПТС в Тюмени Как НЗ для олимпиады в Сочи И вот поселившись в гостинице Ремезов Узнал, что действительно я прожил 30 лет На севере Тюменской области И не знал, что рядом здесь у нас был такой вот сибирский Леонардо Это Ремезов И замечательная такая история С первой столицей Сибири И мы практически, я уверен, что и ноябрьчане ездят Когда на большую землю не проезжают Тобольск И не заезжают в него А могли бы спокойно остановиться Отдохнуть в день и день Окунуться в историю начала 18 века Там покоятся мощи святого Иоанна, Гермогена То есть такое святое место российское И никто об этом не знает И мне захотелось об этом сделать телевизионный сериал Честно скажем, я обратился к тюменским писателям Тюменские писатели за 9 месяцев ничего не родили И тогда, когда я ежегодно приезжаю к родителям в Пермь Алексей тоже пермяк Мы встречались, попили чаю Я им рассказал о идее Что вот хочу фильм, сериал О истории Сибири О, чтобы героями стали семья Ремезовых Там князь Гагарин И мы могли рассказать то, что творилось в начале 18 века Ему три девочки понравились А он мне еще больше рассказал о Ремезове Что он вообще консультировал уральских олигархов И придумал сплав металла по реке Чусовая Что он написал о романе «Золото бунта» Ну и вот началась Мы заключили контракт, я заплатил деньги И он начал писать Но проект на самом деле был очень рискованным Почему? Потому что сегодня аудитория у нас что смотрит? Дэдпул, Бэтмен, Супермен И все в таком вот духе А здесь как бы исторический фильм Вы знаете, я думаю, что история она вечна И вот я думаю, что еще много в ней неизведанного И которое может стать интересным нашему зрителю Все равно история и фэнтези Это две разные вещи Хотя они переплетаются И у нас тоже у Алексея есть такие моменты фэнтези Они будут в сериале А здесь историчность Это прежде всего был наш принцип в этом проекте Мы даже вот издали эту книгу И в ней опубликовали Она называется «В исторических фактах и кино» И в историческом музее мы сделали фоксмельные указы Вот такие даже указы Петра I Вот они за пописью Петра I С переводом Вот прошение князя Гагарина О помиловании И написано рукой сына То есть это говорит о том, что это были жесточайшие пытки И в основе вот они исторические документы Не только роман Поэтому когда там нам говорят, что у вас там что-то менее историчное, чем в романе Мне смешно становится Потому что мы столкнулись с тем, что историки Это как литераторы Каждый о своем Вот они Вот считаю Вот есть три группы историков в Тобольске Которые все спорят Где что находится И как что выглядело Мы когда приехали в Тобольск Говорим, ребят А где жил-то Ремезов? Как выглядел Ремезов-то? Как его дом выглядел? И вот это была дискуссия Никто ничего до сих пор не знает Всего пара-тройка портретов, да? Насколько я знаю, сохранилось Да, да Одни говорят историки Группа историков независимых Он вверху жил Другая группа государственных историков Что он в Нижнем городе жил Ну, мы попросили Алексея Иванова Алексей Иванов нарисовал нам дом Ремезова Поскольку он культуролог Еще и художник Он нарисовал Нам понравилось И мы дали задание нашим художникам Такой вот дом и сделали А дом Гагарина Был построен На основе чертежей Дома Томского воеводы То есть это взято за основу Вот эти вот конкретные дома Также в основе у нас Лежала и научная работа Пленные шведы в России Оттуда мы взяли и факт Вот эти драки шведские И вот как себя шведы вели Это же после поражения Под Полтавой Шведов больше 20 тысяч Было размещено в разных городах И где-то тысяч 10 Больше 10 тысяч Именно было отправлено в Сибирь Поэтому каждый третий Тоболяк того времени Был шведом Знаете там Часто уже тоже идет дискуссия Была деревня Ослина То есть от слова Осло То есть там жили Норвежские пленные Потому что в шведской армии Шведы были офицерами А солдатами были Норвежцы Датчане Немцы То есть достаточно Много других наций Вот так вот И мы знаете Массовку нашли Всю в Тобольске Они очень похожи на все на шведов Такое ощущение Что именно Гены Еще с того времени Остались в Тобольске Кстати об Иванове Вот Я так понимаю Что он наверняка Был одним из первых людей Кто увидел конечный продукт Что говорит то Ему понравилось Нет Он его не смотрел Он сейчас где-то находится За границей Пишет новый роман Вот он как бы так Взял такую позицию Понятно Не смотрел Пока я не видел Нигде его отзывов Не видел Давайте немножко О съемочном процессе Юль Я так понимаю Что для вас роль Маши Ремезовой Была дебютной Вообще в кино Да Я когда проходила Пробы на фильм Я училась на третьем курсе ГИТИСа И когда начались съемки Я тоже продолжала Учиться еще в ГИТИСе Вот Так что это Моя дебютная роль И вы проходили кастинг То есть это был Не какой-то звонок С предложением Маш ты знаешь Есть роль Для тебя Специально написано Приходи То есть вы проходили кастинг Как по всем правилам Да Вначале было Знакомство с режиссером Я пришла Обычно На этой встрече Режиссер Кастинг-директор Актер Мы просто разговариваем И дальше режиссер Решает Приглашать на пробы Или нет На тот момент Было очень волнительно Потому что у меня Были датабола Кастинги Но как-то все было Не очень удачно И когда мне сообщили Что такой проект Я сразу подумала Ну Точно не возьмут И как-то пошла Так С таким вот чувством Но потом Не знаю Видимо понравилось Режиссеру Понравилось Олегу Александровичу Вот И Начала работать Пригласили на пробы И там уже было посложнее Потому что приходилось бороться Ну Что касается самой роли Вот Вы и Мария Ремезова Насколько это разные люди Удалось ли вам Вот прочувствовать Своего персонажа Ну Знаете Маша Она такая Она поскольку выросла В семье Где у нее Одни братья У нее трое братьев И Мне кажется Она немножко Сама мальчишка Потому что выросла Вот в таких условиях И всего она добивается Тоже очень По-мальчишески Она Настойчива Напорна Она Смела Она Смелая И наверное Это главное Отличие У нас С Машей Потому что Смелости у меня Не так много Даже то Как она добивается Внимания Вани Димарина Мне кажется Это Это очень здорово Олег Александрович А я насколько знаю Вообще Вот вся съемочная группа Очень серьезно Подошла к своей работе В том числе Артисты Конечно же И Вот В интернете Вычитал Что Тот же Дюжев Например Вживаясь в роль Петра Даже носил обувь На два размера меньше Еще и хотел Переночевать в кровати В Эрмитаже Так ли это на самом деле Да Действительно Когда мы утвердили На роль Петра Дюжева Он первое Что попросил Хочу переночевать В кровати Петра Первого Утром проснуться И ощутить Что ощущал Петр Ну и направили письмо В Эрмитаж В Эрмитаже нам Сказали Что с ума сошли Это историческая кровать А если она Что-нибудь Не случится Вот Они нам Не разрешили Переночевать Дядя Дима Очень расстроился А о том Что он Вот Сделал такой фокус На два размера меньше Это я уже узнал Почти В последнюю неделю Съемок Во дворце Смотрю Как-то Дима ходит Как-то Вот как-то Передвигается Немножко неловко И он Вот рассказал Что он специально Костюмерам Попросил Сделать на два размера Меньше обувь Чтобы она его Давила ему Ну представьте Весь съемочный день Я говорю Дима Ты что Он говорит Я должен ощутить Потому что Нога у Петра Первого Была действительно Очень маленькая 38 размера И он сначала Одевал ботинок А потом Одевал ботинок В сапог Поэтому Нога Казалась Большая Его роста Ибо сапоги Которые сохранились Еще Петра Они большие Но потому что Петр носил их Вот так А это Чтобы И поэтому Была Такая специфическая Походка у Петра И он ходил Постоянно с тросью Как бы Сохраняя равновесие Такие вещи Подсмотры Актеры делали сами И вот Женя Дятлов Он очень много Узнал все о Гагарине И дискутировал С Ивановым Пришел в Питер На дискуссию На встречу Литературную И дискутировал С Ивановым По поводу Князя Гагарина Вот он Так тоже Вжился в свою роль Вот Два Вот наших актера Вот Очень были Так любознательны Чтобы Как-то Хотели Больше узнать О своих героях И чтобы это И отразилось И в роли Ну Если вот Говорить о Петре То его образ Наверное Воссоздать было Проще всего Все-таки Это Достаточно Значимая Историческая фигура Очень много Есть изображений И всего остального А чей образ Воссоздать было Сложнее всего Ну Здесь Я считаю Что наверняка Еще сложнее Было Воссоздать Как раз Петра Потому что Всех остальных Зрители Видели впервые И сравнивать С нечем И поэтому Легче А когда Все Как бы Уже видели На экране Разного Петра Да еще в театре Вот допустим Лазарев младший Мы его тоже Рассматривали На Петра Он играет В линкоме Уже почти 20 лет Петра Первого Да Но нам хотелось Чтобы это был Какой-то новый образ И вот Мы увидели В Дюджеве Наши гримеры Специально Выбривали ему Лоб Делали его Больше Парик Который удлинял Тоже Как бы Его лицо Дело Менее таким Вот Пропорциональным Что ли Поэтому И сегодня Как бы Большая дискуссия Как раз Идет По образу Если почитать В интернете Обсуждение Именно по Петру Первому Назаров Я говорю Сиграв Ремезова Это было впервые Каким вот он его подал Таким он его и подал Так что Вот таким вот Я бы сказал Как бы Мининым и Пожарским Который собрал Тобаляков Тобаляков Чтобы В поход Чтобы спасти Своих солдат Которые Это исторический факт Действительно Вот здесь Он тоже есть документ Публиковали Указ Петра О экспедиции За золото Он две экспедиции Отправил за золото Одна вот была Боугольца Из Тобольска Другая была Через Каспийское море В стране Ему нужно было золото Чтобы строить Корабли Шведов он разбил На суше Но В море Еще господствовали Шведы Это ему нужно было Строить Российский флот Ему нужно было золото Это поэтому Он отправлял Экспедиции На поиски золота Ну а если говорить О работе над декорациями Насколько я понимаю Вам действительно Ведь пришлось Практически заново Отстраивать Нижний Тобол И даже Прокладывать реку Как вы это делали Вот Ну просто чисто Технически Мне интересно Как можно построить Реку Это не самое сложное Самое главное Я хочу сказать Что это мы строили Не в исторической части Ни одно историческое сооружение Не пострадало При строительстве реки Вот Это В нижнем городе На месте Где 120 лет Была нефтебаза Города Тобольска Нам это место Вот выделил город Для съемок На этом месте Тобольский музей Начал строительство Интерактивного Музея Посад Сибирских старожил И он И сегодня Есть И когда Допустим Туристы С Ямала Поедут Домой На большую землю Рекомендую Всем остановиться На ночь Сделать Лучше Остановку В Тобольске И один день Посвятить Посмотреть Красоты Гостиницы Замечательные Недорогие Рестораны Все тоже хорошие И прийти В наш музей Посмотреть Это действительно Там можно еще И переодеться Взять в аренду Костюмов Которые снимались И походить По Этому По этой съемочной площадке Музею И ощутить себя В начале 18 века Наши художники Нарисовали Это замкнутое пространство Это недалеко от реки Мы вырыли Сделали В общем-то Как раз Обрамление Это мы Как бы Музей нам предоставил Здание А мы Музей для музея Сделали Вот это Такие вот Каналы Такую сибирскую Венецию Потому что реально В Тобольске Там остались Тоже Эти все Речушки Они пересохли Но раньше Действительно Не у Иртыша Все не на Иртыше Выгружали грузы А заходили Вот в эти Такие Канальчики Речушки Которые были В Тобольске Прямо К торговой площади Они подходили Там Они выгружались Потому что У Тобола И у Иртыша Скорость воды Час 10 км в час А в то время Было даже 15 Поэтому Это невозможно Было Выгружать груз И так далее То есть Мы его создали По тем же Чертежам Картинкам Которые сохранились И смогли Наши художники Сделать Такие вот Каналы Они небольшие Но по съемкам Есть ощущение Что это Достаточно Длинные сооружения Ну что ж Спасибо большое Юлия Вы настолько Слились с ролью Маши Ремезовой Что все интервью Я вас так и называл Машей Спасибо Олег Александрович За очень интересную беседу Ну а я напомню Что наша студия Открыта для всех Если у вас есть интересная тема для разговора Приходите к нам Телефон редакции 49 99 40 Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому